This conference will now be recorded. 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 This led by theаете finishing my HTML struggles with that. This has a feature of the following Twitter. то этими ссылочками можно пользоваться и переходить на описание той или иной программы. Вот сейчас я как раз на страничке Excel 2, уровень расширенной возможности. Если вам какой-то курс более интересен, щелкайте на соответственный квадратик и сочетайте полную нотацию данного курса. Я в свою очередь сделаю небольшой обзор, из чего состоит наш рекламируемый курс Excel 2 расширенные возможности. Это основной курс, основной курс с точки зрения того, что вы на нем научитесь работать в Excel в полном объеме. То есть вы изучите большинство функций из разных разделов Excel. Это и функции из раздела ссылок, сравнение и подстановки. Это формулы вычисления с применением различных условий. Это и текстовые формулы, и формулы даты времени, и многие-многие другие. А также вы изучите и дополнительные инструменты. Помимо формул, вы изучите и дополнительные инструменты. Как бы вторая часть курса Excel 2 посвящена непосредственно изучению условного форматирования, защите Excel, фильтрации, сортировке данных в Excel, контролю ввода данных. Ну и самая, наверное, актуальная тема в рамках второго Excel – это тема изучения и построения сводных таблиц. Эта тема также активно и очень интересно пользуется у наших слушателей. По окончании этого курса вы получите не один документ, а два документа. Дело в том, что уровень 2, Excel расширенные возможности, у нас является сертифицированным курсом, который получил сертификацию непосредственно у Microsoft. И поэтому мы можем выдавать свидетельства не только, соответственно, от нашего учебного центра специалист, но и свидетельства, подтверждающие, соответственно, сертификацию данного курса. Ну и приступим непосредственно к теме нашего вебинара. Сейчас я вижу, что появились вопросы в чате. Например, слушатель спрашивает, как думаете, если я программист и хочу заниматься в будущем DataSense, насколько полезно пройти все курсы по Excel? Вот на этот вопрос, честно говоря, мне ответить сложно, потому что я как раз иду по другому пути, иду по пути изучения Excel и углубляюсь в DataSense. Могу сказать, что это очень сложно. Возможно, если бы у меня не было большого багажа данных в Excel, было бы полегче. Я думаю, что здесь вам лучше проконсультироваться непосредственно у специалистов, той специальности, куда вы обращаетесь. Ну а в принципе, во время введения вебинара мне будет достаточно сложно отвечать на вопросы. Вы их в чат можете написать, а отвечу я по факту изучения всей темы. Давайте так договоримся. И, соответственно, специальное время для вопросов также оставлю. Чему будет посвящен наш сегодняшний вебинар? Мы сегодня с вами будем составлять некий виртуальный календарь. Выглядеть этот календарь будет в виде нескольких шаблонов, скажем так, маленьких виртуальных рисунков. Чтобы создать такой календарь, нам нужно пройти несколько этапов выполнения работы. Естественно, написано у нас в теме, заявлено, минута и готова. Но минута и готова в том случае, если такой шаблон у нас уже заранее подготовлен. Соответственно, если такого файлика заранее подготовленного нету, то у нас займет, конечно, еще и 45 минут на его подготовку. Первым этапом мы выберем те формулы из раздела даты времени, которые нам помогут при составлении календаря. В данном случае это 5 основных формул, которые мы будем использовать. Они, честно говоря, очень и очень просты. Но могу сказать, что в рамках вот этого маленького вебинара вы можете 5 новых формул, соответственно, узнать. Вторым этапом мы коснемся непосредственно такой проблемы, что для составления любого календаря нам нужно найти вот эту самую первую ключевую дату, от которой наш календарь будет плясать. То есть, по сути дела, нам необходимо найти дату первого понедельника. Тоже опишу тот принцип, относительно которого мы будем, соответственно, получать эту дату. На третьем этапе мы познакомимся с различными элементами управления и форматированием отображения той или иной даты. Любую дату в Excel можно представить абсолютно в разных форматах, и выглядеть на экране она будет по-разному, хотя в процессе вычисления будет учитываться именно то число, которое запечатлено в ячейке, в самой. На четвертом этапе мы сформируем непосредственно сетку календаря и нужным образом ее отформатируем, в том числе используя и формулу условного форматирования. Пятый этап, наверное, самый творческий. В принципе, наверное, раскрашивание в Excel, это не является его коньком. Всевозможные цветовые эффекты, всевозможные, может быть, шрифты, это больше уходит к дизайну презентаций, нежели чем в Excel. Excel все-таки это программа для того, чтобы в ней считать. Ну, так как у нас вебинар является все-таки таким немного развлекательным, мы подготовили тему, которая позволит посмотреть на Excel и с точки зрения его развлекательной составляющей. Очень хочу, чтобы ваш интерес к программе возрос, и вы обязательно приходили к нам на курсы Excel для его изучения. И последним этапом мы создадим вот эти красоты, красоту, и, соответственно, попробуем пользоваться тем шаблоном, который создадим. Для того, чтобы начать работать над календарем, я всех призываю, всех присутствующих, а присутствует у нас достаточно много слушателей, призываю открыть непосредственно файл Excel. Нам не нужен сейчас какой-то особый файл, то есть, в принципе, подойдет любой файл, в котором, пустой файл, в котором мы будем работать. Единственное, что, вероятно, для того, чтобы построить этот файл, было бы удобнее, если бы вы скачали со странички нашей группы. В нашем семинаре тоже есть личная страничка нашей группы. Вот таким образом она выглядит. Как попасть на эту личную страничку? Вы можете зайти в личный кабинет под своим именем и паролем, и в текущих курсах вы найдете вебинар. Завтра он уже будет в прошедших курсах, и, соответственно, эта страничка останется в вашем личном кабинете навсегда. Здесь вы можете найти пять файлов. Вы ими можете воспользоваться для того, чтобы, например, использовать рисунки, которые буду использовать я, либо скачать ту презентацию, с которой я начинала свое приветствие. А так, в принципе, можно открыть любой файл Excel. И давайте пойдем по этапу. Первый этап мы должны познакомиться с основными формулами, которые помогут нам создать календарь. Давайте в первой ячейке мы запишем первый заголовок, который позволит нам вытащить текущую дату. В столбе заголовка мы назовем T-Data, чтобы он соответствовал названию нашей формулы, которую мы будем вносить в эту ячейку. Как правило, версии Excel отличаются друг от друга, прежде всего, годом выпуска. У нас все курсы Excel проходят в самой современной версии, версии Excel 2019, а также интерфейсом. Языком интерфейса, наверное, больше правильнее сказать. Я работаю в русском интерфейсе, и поэтому все формулы, которые здесь буду записывать, они будут звучать по-русски. Если вы параллельно со мной работаете в английском интерфейсе, то можете использовать их английский, соответственно, перевод. Формулу T-Data, которую я сейчас буду вводить, на английском языке обозначается как формула now. Давайте в ячейке A2 введем формулу T-Data после знака равно. Напомню, что ввод любой формулы в инструмент Excel всегда начинается после знака равно. И у формулы T-Data в аргументах нет ни одного показателя. Эта формула достаточно интересна именно эта. Когда вы внесли формулу в ячейку A3, вы увидели помимо сегодняшней даты, той даты, которая представлена в правом нижнем углу Windows, вы увидели еще и время 18.48. Это особенность именно этой формулы. Для того, чтобы получить список дат, отстоящий от нашей сегодняшней даты, на одну единицу, на одни сутки, мы, в принципе, можем записать новую формулу. Встанем в ячейке A3 знак равно, сделаем ссылку на предыдущую ячейку A2 и добавим единичку. Вот эта цифра 1, которую мы добавляем, говорит нам о том, что мы к нашей дате добавляем целые сутки, одни сутки, получаем 29 июля того же самого времени. Ну и, соответственно, если теперь эту формулу, а в формуле у нас используется относительная ссылка, то есть при продлении вниз A2 поменяется на A3, A4 и A5, мы можем получить список дат, который отстоит от каждой предшествующей на одни сутки. Таким образом, мы понимаем, что любая дата в Excel – это не что иное, как счетчик. Посмотрите, вот тут в презентации я показала вырезку из нашей методички. В принципе, любые курсы Excel, на которые вы придете, в базовом курсе 1, 2, 3, имеют в своем ключе современную методичку по современной 2019 версии. Все три методички выпустил ведущий преподаватель нашего учебного центра, непосредственно мой руководитель Ольга Кулешова. То есть, придя на курсы в наш учебный центр, помимо все теоретические материалы вы будете слышать непосредственно в классе, а также сможете параллельно рассматривать и читать их непосредственно на электронном носителе в виде методички. Так вот, на прямой обозначены список дат от единички до, соответственно, 45 тысяч. Причем эти даты компьютер видит именно счетчиком 1, 2, 3, 45 тысяч. А пользователь, который работает за этим компьютером, может видеть на экране любым форматом, который будет им выбран. Чтобы получить подтверждение моим словам, я предлагаю скопировать столбец T-Data, Ctrl-C, в столбец B, Ctrl-V. Мы получим два одинаковых столбца. Единственное, что давайте формат второго столбца представим в виде общего формата. Даже общий, наверное, слишком много знаков после запятой. Ну, вот это три нолика можно указать. Специальная кнопка, позволяющая определить формат с разделителями. Сейчас я вижу, что один из пользователей спрашивает, чем формула T-Data отличается от формулы сегодня. Главным образом тем, что формула сегодня нам показывает только дату, а формула T-Data и текущее время в том числе. При этом каждый раз, когда я нажимаю Enter, время у меня будет обновляться. То есть сейчас у меня на экране уже 51 минута, но до тех пор, пока я не нажму Enter, это время не изменится. Следующая формула. Кстати, когда мы поменяли формат, посмотрите, мы видим, что счетчик наш поменялся 44 040 дней от 1 января 1900 года на 44 041 день от 1 января 1900 года. Знаки после запятой обозначают, что помимо целых суток прошло еще и часть суток, то есть это те самые части времени, то есть 18 часов 50 минут. Следующий столбец, который мы в нашей табличке обозначим, давайте назовем год. Ну и, соответственно, как вы понимаете, формулу, которую мы будем вводить в следующие ячейки, называется одноименно. В английской версии Air. Аргументы у формулы год только один. Ячейка, в которой обозначена наша исхомая дата. Если мы эту формулу продлим вниз, то, естественно, что для всех дат мы получим список 2020 года. Следующий столбец давайте обозначим как месяц. Ну и по аналогии, для того, чтобы из даты определить месяц выделенной даты, мы воспользуемся одноименной формулой месяц. В английском интерфейсе она называется months. Аргумент у этой формулы точно такой же. Дата, которая у нас стоит в первом столбце. Продлевая формулу вниз, мы видим, как сегодняшний 28 июля, через 4 дня, номер месяца перевратит с 7 в 8. И дальше до конца уже августа эта восьмерка будет постоянной. Следующим столбцом мы определим столбец день. Формула для определения номера дня внутри месяца также называется одноименно, равно день. Причем, посмотрите, для того, чтобы выбрать формулу, я не пользуюсь мышкой, а нажимаю клавишу так. То есть в момент изучения любых формул в рамках 2, 3, 1, Excel, мы, конечно же, стараемся слушателям, я и мои коллеги-педагоги, показать особые приемы работы в Excel. В данном случае использование быстрых клавиш является как раз таким одним из ключевых приемов, которые помогают работать в Excel более эффективно. В качестве аргументов у формулы день мы укажем опять-таки ячейку А2 и получим результат 28, 29, 30. То есть наши дни будут постепенно по нарастанию увеличиваться. Следующий столбец, к которому мы обратимся, у нас будет столбец, посвященный, скажем так, обратной процедуре. Сейчас мы из даты получили год, месяц и день. Теперь мы попробуем из трех разрозненных показателей получить общую дату. Выберем формулу дата. В английском интерфейсе она называется date. В качестве трех аргументов мы по очереди укажем ссылки на ячейки года, точка запятой, месяца, точка запятой и дня. В результате мы получим дату, и в этой дате уже не будет указано того времени, которое мы видели в первом столбце, потому что формула дата собирает нам дату без использования времени. Следующая формула, которая понадобится нам для создания календаря, называется день нет. Воспользуемся этой формулой для определения дня недели, даже неправильно сказала, для определения номера дня недели, к которой относится исходная дата. Дата в числовом формате мы можем сослаться на столбец с датой, можем остаться на столбец, соответственно, с первой текущей датой, это непринципиально, точка запятой. И второй аргумент у этой формулы, некий коэффициент, который задает, о какой день считать на неделе первой. В данном случае мы считаем первым днем понедельник, поэтому цифра 2 нас устроит в полной мере. Нажмем цифру 2, закроем скобку и Enter. В результате, продлевая эту формулу до конца активной области, до конца нашего диапазона, мы получим список. Второй день – это вторник, третий день – это среда, то бишь завтра будет среда, послезавтра – четверг и так далее. Мы получили вот такие списки. Далее можем перейти к следующему этапу, а именно мы прошли этап получения дня месяца, года, даты и дня недели. Кстати, на презентации я еще показываю подобную же процедуру, если вас интересует время. Есть похожие формулы по определению часов, минут, секунд и времени. Получается, буквально за 10 минут нашего семинара вы узнали, допустим, 10 дополнительных функций к вашему словарному запасу. Представляете, сколько много формул вы можете дополнительно узнать непосредственно из наших учебных материалов. Следующий этап, этап номер 2, будет посвящен определению первого понедельника. Для этого мы воспользуемся зависимостью, которую обнаружили специалисты, работающие в Excel. Дело в том, что если у нас есть последовательность чисел, вы сейчас за мной эти числа не повторяйте, а просто посмотрите на экране, последовательность чисел, например, от 1001 до 1012, и также последовательность чисел от 1 до 12, то разница между этими числами, попарная разница, всегда будет давать один и тот же результат. Ну, действительно, если от 1001 отнять 1, то получится 1000, а от 1002 отнять 2, получится снова 1000. Вот как раз на таком свойстве, когда мы из одного диапазона, в котором каждый последующий элемент ссылается на предыдущий плюс единичку, и вот эта как раз разница всегда дает один и тот же результат. Кстати, если во втором столбце у нас последовательность будет, ну, скажем так, повторяться, 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 6, то мы получим уже два дополнительных списка одинаковых чисел. Если воспользоваться этим примером и помнить, что дата в Excel, давайте я вам покажу, это не что иное, как числа, отстоящие от 1 января 1900 года, то мы можем от этой последовательности попарно отнять последовательность номеров недели. Давайте этот столбец назовем «понедельники» и, соответственно, напишем формулу «равно» от нашей даты, а как мы понем, что сегодняшняя дата – это 44 тысячи, вот здесь, посмотрите, обозначено, 44 тысячи, 0,040 день. 1 января 1900 года мы отнимаем день недели, то бишь двойку. В результате мы получаем новые списки дат, причем они будут сгруппированы определенными блоками. 26 число, 2 августа и 9 августа. В каждом блоке, ну, если бы у нас были полные календарные недели, будет по 7, соответственно, элементов. Но что хочется заметить, что то число, которое у нас получилось, 26, оно не является понедельником, это воскресенье. Чтобы получить понедельник, мы должны к полученному воскресенью добавить единичку, что мы, в принципе, можем и сделать. В нашей формуле добавим поправочный коэффициент единицу. Таким образом, мы получили понедельники напротив каждой даты, которая у нас обозначена в первом столбце. К первой неделе это 27 июля, ко второй неделе августа это 3 августа, ну и так далее. Формулу по определению понедельника давайте сейчас постараемся запомнить. То есть из целевой даты мы отнимаем порядковый номер дня недели с поправкой на региональность, да, что понедельник является первым днем и добавляем единичку. Попробую эту табличку быстренько оформить, чтобы она у нас в памяти осталась симпатичной. На курсе Excel мы делаем это при помощи специальных инструментов. Здесь я сделала простыми, скажем так, заливками. И давайте перейдем непосредственно к формированию нашего календаря. Эта табличка нам уже в принципе будет не нужна, поэтому я скрою эти столбцы путем группировки этих столбцов. На вкладке данные можно в группе команд структура выбрать команду группировать. На вкладке данные в группе команд структура мы можем выбрать команду группировать. И в этом случае столбцы, которые нам уже не нужны, будут сгруппированы в отдельную структуру, которую мы можем показать в любой удобный нам момент. Скрытие столбцов таким образом, оно наиболее удобно. Мы будем строить календарь для текущей даты, давайте для августа месяца, введем нашу целевую дату. Хочется отметить, что мы не можем в качестве даты прописать вот такое текстовое выражение 1 августа. Эта дата не будет распознана в Excel как дата. Любая дата в Excel вводится путем разделения дня, месяца и года одним из трех разделителей. Я вот сейчас использовала разделитель DeFiz. Можно также пользоваться разделителем точкой, либо слэш. Любой из трех разделителей превратит введенное значение в дату. Я нажимаю Enter и получаю непосредственно целевую дату, для которой я хочу сейчас построить календарь. Понимаем, что каждый календарь, наверное, начинается с понедельника. У вас, конечно, могут быть разные запросы. Выбирайте удобную вам величину. Ну, у меня, например, с понедельника. Ну и как я вам говорила, теперь нам необходимо найти ближайший понедельник к той дате, которую мы посчитали целевой. А я вас попросила заполнить формулу для определения понедельника. Давайте ее вспоминать. Для определения понедельника мы должны из текущей даты, это ячейка, ну, в данном случае у меня G1. Давайте все одновременно запишем нашу целевую функцию именно в ячейку G1, чтобы потом, впоследствии, формулы все у нас были идентичны. Встанем в ячейку относительно понедельника в L5 и, сделав ссылку на 1 августа 2020 года, вычтем из нее формулу, определяющую день недели. Помним, да, формула называется ДЕН-НЕТ. В качестве аргументов мы опять-таки сошлемся на наше 1 августа и в качестве второго аргумента укажем двойку, потому что мы хотим, чтобы наши номера недели начинались, чтобы наши дни внутри недели начинались с порядкового номера 1 для понедельника. И помним, что для получения, если мы просто сделаем такую разницу, у нас будет всегда получаться воскресенье. Чтобы получался в понедельник, мы просто добавим дополнительный коэффициент плюс 1. Нажмем Энтер. В результате мы получим действительно ближайший первый понедельник. Вчера у нас был как раз понедельник, 27 число. Чтобы получить 28 число, удержитесь от желания продлить эту формулу вниз. Понятное дело, когда вы видите дату, хочется ее протянуть вниз с надеждой, чтобы она превращалась в следующий. Но тут у нас немножечко другая конструкция. Если не предлагается, то, может быть, вы перепутали функцию. Елена спрашивает, что в формуле день недели не предлагается список первого дня в неделю. Надо смотреть. Возможно, вам нужно его самой прописать. И первый день недели по умолчанию вы должны не использовать. Так вот, для определения вторника давайте я повторю свою формулу. Если у кого-то, чтобы она вдруг не получилась, чтобы вы ее могли продублировать в ячейке, соответственно, L5. Чтобы получить 28 число, мы встанем в ячейки, относящиеся ко вторнику, и, соответственно, к предыдущей дате добавим 1. И вот эту формулу, которая уже будет приплюсовывать к предыдущей дате плюс единицу, мы можем продлить вниз. Для того, чтобы получить последующие дни для следующих недель, мы также поступим, но прибавим к первому понедельнику не плюс 1, а плюс 7, так как у нас уже будут нарастать недели. Плюс 7 мы будем добавлять при помощи также относительной ссылки. Посмотрите, L5 при продлении вниз превратится в L6, и мы уже будем опираться на вторник, в L7, и мы будем опираться на среду. Понятие относительных и абсолютных ссылок также используется при прохождении уровня 2 расширенной возможности. И это является, наверное, базовой темой, не узнав которую, в принципе, можно сказать, что Эксель вам не знакома. Теперь формулу, которая ссылается на предыдущий столбец плюс 7, мы можем продлить вправо. По сути дела, нам нужно продлить на 6 столбцов, потому что августовская дата у нас находится в 6 столбце. Мы календарь получили, но в таком виде календарем пользоваться достаточно сложно. Согласитесь, редко вы где встретите календарь, в котором мы видим и день, и месяц, и год. Поэтому мы поступим следующим образом. Мы поменяем форматирование данных ячеек. Для смены форматирования этих ячеек давайте выделим ячейки, которые отвечают за даты. И для изменения формата этих ячеек мы можем перейти в меню формата ячеек. В группе команд число, вот тут в уголке, есть значок, определяющий вход формата ячеек. Либо в контекстном меню можно выбрать меню формат ячеек, либо, как это сделаю я, выберем быструю клавишу Ctrl-1, которая позволит открыть формат ячеек, буквально нажимая на две кнопки. Ctrl-1, единичку при этом нужно нажать на длинной раскладке клавиатуре без использования ее цифрового двойника. Открыв это меню формат ячеек, Excel увидела, что мы используем в качестве форматирования даты, и поэтому показывает нам в качестве предлагаемого формата именно выбор из формат даты. Нам это, конечно, подходит, но заглянем ненадолго в последнюю строчку предлагаемых форматов. Эта строчка называется «Все форматы». А в этой строчке мы видим маску числа, которая будет одета на дату для представления этого числа нам как пользователям. Могу сказать, что изучение темы пользовательских форматов у нас проходит в рамках уже третьего Excel. Это очень интересная тема, и она позволяет показывать число на экране, скажем так, каким-то особым образом. Но в данном случае мы познакомимся, как мы можем показывать дату. «Все форматы». Как вы понимаете, нам можно от года в календаре вообще отказаться, и от месяца можно вообще в календаре отказаться, и добиться того, чтобы в образце у нас было представлено только название, именно числового обозначения дня внутри месяца. Давайте оставим две буквы «Д» и нажмем «Ок». В результате мы получим сетку нашего календаря, которая будет содержать в себе только даты, ну, именно, скажем, дня, дни внутри месяца. Ну, вот такой календарь. Немножечко не хватает к этому календарю, вернее, к этому календарю сильно не хватает заголовка с обозначением месяца. Давайте его пропишем. Для этого выделим ячейки, отвечающие за наш календарь, и при помощи кнопки «Объединение ячеек», конечно, в Excel кнопка «Объединение ячеек», она считается злом, но для оформительских действий ей нету. С точки зрения аналитики это действительно зло, и если вы собираетесь что-то анализировать, то объединенные ячейки использовать нежелательно. Но вот если вы используете, скажем так, оформление, то, конечно, объединенные ячейки – это очень удобный инструмент. И в этой объединенной ячейке мы сделаем ссылку на нашу целевую функцию. Но только эту нашу дату, 1 августа, мы покажем только с точки зрения месяца. Помните, да? Выделив ячейку, нажимаем Ctrl-1, и мы в контекстное меню выбираем команду «Формат ячеек», и, соответственно, в группе команд «Дата» выбираем дату, то есть Excel забирает как бы маску числа по этой дате. Переходим на нижнюю строчку «Все форматы», и так как нас интересует только месяц, то мы стираем коды, которые отвечают за день и год. И тут есть такая очень интересная зависимость, что вот эти коды, отвечающие за месяц, можно указывать определенным образом. Если вместо двух букв «М» мы укажем три, то мы получим краткое обозначение месяца. А если вместо букв «М» трех мы укажем их четыре раза, то мы увидим полное обозначение месяца. Поэтому в коде давайте повторим еще две русские буквы «М». Они должны быть обязательно большие. Дело в том, что маленькие буквы «М» отвечают за минуты. Но это я совсем уже про другую тему вам рассказываю. Нажимаем «Ок» и вместо, соответственно, даты мы видим название месяца. Ну и как вы понимаете, точно так же мы можем поступить, объединяя ячейки для выделения года. Объединим ячейки, сделаем ссылку на нашу функцию, целевую дату, нажмем «Контрол-1» и выбрав дату, а затем спустившись на все форматы, оставим, вероятно, только то, что отвечает за год. То есть Excel будет воспринимать эту ячейку как 1 августа 2020 года, но на экране мы будем видеть исключительно то, что заказали себе в инструменте пользовательского формата. Теперь нам необходимо, ну, отформатировать этот прямоугольник. Выделим диапазон, который мы будем форматировать, пропишем, что нам интересно, синий цвет. Давайте сделаем месяц и год пожирнее, побольше шрифт. Ну, и, вероятно, в этом рисунке можно поменять и сам шрифт. Ну, давайте вот такой необычный Algerian я выбираю. У нас получился уже достаточно интересный календарик, который можно было бы и размножать. Единственное, что этому календарю не хватает, так это выделение текущего месяца. Для этого мы немножечко коснемся инструмента условного форматирования. Инструментом условного форматирования у вас получится пользоваться только в том случае, если вы точно, четко понимаете, что такое абсолютные смешанные ссылки, как ими можно пользоваться. Я сейчас эту формулу пропишу. Если вам будет сложно, просто повторите ее за мной. Для того, чтобы подкрашивать ячейки этого диапазона с датами, мы должны проверить каждую дату, что она относится к указанному там месяцу августу. То есть формула будет обозначена вот таким образом. Месяц от искомой даты, а так как мы используем относительную ссылку без долларов, то при продлении формулы вниз, L5 превратится в L6, L7 и так далее. Далее должен быть равен месяцу нашей целевой функции. Только эта функция, чтобы она не спускалась вниз, должна всегда использовать в качестве аргумента только одну ячейку J1. Для того, чтобы эту ячейку, скажем так, закрепить, своего рода прибить гвоздями к одному и тому же месту, мы можно выделить в конце этой ячейки клавишу F4, и тогда знаки доллара, по сути дела, будут говорить. Всегда обращайся к столбцу J и всегда обращайся к строке номер один. Закроем скобку и нажмем Enter. В результате этой формулы мы получим перечень логических выражений. Ложь либо истина. И там, где истина, это значит, что эта дата относится к текущему месяцу. Если мы видим ложь, то значит, эта дата не относится к искомому месяцу. И именно такого рода формулы мы можем применять в инструменте условного форматирования. Способ применения инструмента условного форматирования, их очень много, и всех мы рассматриваем в рамках как раз второго курса Excel «Расширенные возможности». Я же вам предлагаю один из самых простых для понимания. Это способ копирования формулы непосредственно из строки. Посмотрите, мы должны скопировать эту формулу не путем просто копирования ячейки, когда ячейка вокруг обводится пунктиром. Мы должны скопировать текст, который находится внутри ячейки. Нажмем Ctrl-C, и этот текст у нас скопируется в буфер-обмен. Дальше мы должны выйти из режима редактирования этой ячейки. Здесь нам может помочь клавиша Escape. Несмотря на то, что мы из этой ячейки вышли, в буфере обмена формула у нас осталась. Далее мы выделим первую дату, которую мы хотим подкрасить инструментом условного форматирования. Вернее, мы выделим ту дату, для которой мы только что формулу скопировали. Это 27 июля. Найдем кнопку условного форматирования. Она находится на вкладке «Главное». Кнопка достаточно большая, но помимо этого она и внутри имеет очень большое количество разделов. Мы перейдем к разделу «Самому интересному создать правило». Этот самый универсальный раздел. И спустимся в последнюю команду, которая называется «Использовать формулу для определения форматируемых ячеек». В соответствующую строку под достаточно весомой фразой «Форматировать значения, для которых следующая формула является истиной» мы введем нашу формулу из буфера обменов. Что месяц текущей ячейки должен равняться месяцу целевой ячейки. При этом в образце нам необходимо вот здесь указать формат, каким должно подкрашиваться каждая ячейка, если данное выражение будет правдиво. Нажмем «Ок» и еще раз «Ок». В принципе ничего не произошло только потому, что 27 июля, в котором мы сейчас с вами делали условное форматирование, действительно не является августом. Ну и для того, чтобы этот формат распространить на все ячейки данного диапазона, мы скопируем в буфер обмена тот формат, который есть в 27 июля. Я нажала на инструмент «Формат по образцу» и распространим его на весь наш календарь. В результате, если вы все сделали верно, вы получите заливку на августовский месяц. Если сейчас у вас получилась ошибка, то по факту завершения семинара вы сможете скачать мой файл с этим вебинаром и, соответственно, посмотреть, где и как у вас произошла несостыковка в формулах. Ну и, пожалуй, все. Сам у нас календарик готов. Теперь нужно научиться его копировать. Копирование такого календаря простым образом, Ctrl-C, Ctrl-V, в принципе, ни к чему хорошему не приведет. Потому что при построении такой формулы мы, честно говоря, не закрепляли никакие ячейки и все ссылочки у нас, что называется, уехали. Давайте отменим это действие. Это неправильный вариант. Мы скопируем данный календарь при помощи специального меню, специальной вставки. Посмотрите, в самой последней строчке доступных возможностей вставки есть так называемый связанный рисунок. Если мы вставим такой связанный рисунок, сейчас немножечко неудачно у меня получилось. Просто здесь были у нас обозначенные форматы, Ctrl-C. Ухожу новую ячейку, куда я хочу вставить связанный формат. И открою выпадающий список вот этих доступных команд, которые мы можем вставлять значения, форматы, транспонировать. Также есть команда «Вставить связанный рисунок». Так вот, вставка вот этого связанного рисунка, оно, соответственно, делается достаточно просто. Немножко мешают нам сейчас для восприятия данных календарей сетка, которая у нас осталась. Давайте от нее избавимся. Чтобы отключить сетку из календаря на вкладке «Вид», просто уберем галочку, отвечающую за сетку. И, соответственно, та картинка, которая у нас отвечает за август, позволяет, соответственно, уже работать и с представлением других файлов. Ну, как я планировала построить шесть разных календарей, у нас, наверное, не получится, времени у нас уже не хватает. Поэтому я скопирую вот эту картинку еще один раз. И, например, в этой картинке поменяю фон. Для этого правой кнопкой мыши в контекстном меню необходимо выбрать команду «Формат рисунка». И в первом вкладочке данной команды у нас есть команда «Заливка». Нас интересует «Заливка» может интересовать как сплошная заливка, но сейчас это не очень интересно, так и, например, рисунок или текстура. При этом в качестве фона мы можем выбирать любой загруженный ранее файл на компьютер. Ну, в данном случае у меня на рабочем столе есть специально загруженные файлы. Я вот сейчас возьму зимний, чуть позже вы поймете, почему. Поэтому, соответственно, немножечко зима у нас перекрывает наши буквы, можно ее увеличить прозрачность, чтобы она цифры представляла нам в нужном варианте. И можем немножечко поиграться с первым рисунком, а именно на вкладке «Формат» «Перевыбрать цвет», ну, допустим, из голубого, чтобы мы ушли в меж что-то, зеленое. И, например, обводку, да, рамки стиля данного рисунка также можно поменять. Ну, вот я выбираю четвертый макет из выпадающих возможностей. В принципе, работать с этим рисунком мы можем обычным способом. Но еще раз повторюсь, что Excel с точки зрения рисунка все-таки это программа не про рисование, а про расчеты. И здесь в рамках рекламного вебинара мы как раз изучаем развлекательность, состоящее Excel. Ну и как мы можем использовать данные в календаре? Естественно, если мы сохраним файл просто в расположении, то мы каждый раз это расположение должны открывать. А давайте сохраним его не просто как файл Excel, а как шаблон Excel. И тогда доступ к этому файлу у нас будет намного проще. Для того, чтобы сохранить этот файл как шаблон, мы на вкладке «Файл» выберем команду «Сохранить как» и кнопка «Обзор». Обратите внимание, что сейчас, чтобы добраться до окна сохранения документов, я нажала «Сделала три действия». Можно было бы заменить их одним. Выбрать быструю клавишу F12. Я думаю, что мой следующий вебинар будет посвящен как раз быстрым клавишам в Excel, потому что очень большой интерес у слушателей к этой теме. И мы сохраним наш файл не просто как книгу Excel, а как шаблон Excel. Посмотрите, чуть ниже, после четырех основных форматов Excel, есть формат шаблон Excel. И здесь, соответственно, мы можем представить наш формат. Вот тренировалась до занятий, я один формат календаря уже создала. Второй формат я там назову, может быть, как-то покороче, либо календарь 2. То есть второй шаблон также может быть внесен. Он находится в особом расположении компьютера, и вы можете к нему, в принципе, обращаться, запоминать это место вам не нужно. Сейчас я вам покажу, где вы эти календари сможете отыскать. Шаблон Excel и название. Сохранить. Пожалуй, все. С этим файлом мы поработали. Давайте его... Пришло время его закрыть. Ну и для применения полученного шаблона я воспользуюсь одним из файлов, который мы предлагаем в качестве домашней работы нашим пользователям Excel. Открою файлик, который также вы найдете в личном кабинете нашей группы, и он называется «Пример домашнего задания». Дело в том, что каждый пользователь обязательно выполняет домашнюю работу, за счет чего он превращает знания, полученные на уроке, в навыки. Ну и вот одна из задач звучит следующим образом, что нам нужно определить длительность между двумя датами в календарных и в рабочих днях. Как проверить то, что получил пользователь? Либо нужно идти в календарь и листать до декабря 2018 года, либо можно пойти по-другому, добавить на лист Excel определенный маленький календарик и по нему посмотреть, а верно ли я решила задачу. Как добавить календарь по декабрю 2018 года? На вкладке «Файл» выберем команду «Создать». И посмотрите, Excel нам будет предлагать различные шаблоны. Кстати, среди этих шаблонов тоже есть календарей. А мы можем выбрать личные шаблоны. И вот среди личных шаблонов как раз и появятся разные типы календарей. Я с вашего разрешения выберу первый шаблон календаря, в котором у меня больше, скажем так, вариантов. Календарь. Здесь у меня вот такое количество календарей получилось. Все это отдельные картинки. Конечно же, можно с ними заниматься и рисовать их прям художественно. Ну, этому не была посвящена моя тема урока. Просто принципы канву поймать. Если нас интересует декабрь 2018 года, то очевидно, что календарик на сентябрь 2020 нам не подойдет. Поэтому мы должны поменять целевую дату, обозначив ее первым декабрем 2018 года. Ну и тогда все наши календари, которые мы построили на вести Excel, будут уже отвечать за эту дату. Потому что все рисунки, которые мы добавили, они являются связанными рисунками с нашей исходной табличкой. Ну и так как там у нас зима, я скопирую к календарик про зиму. Ctrl-C. И, соответственно, правой кнопкой мыши. Просто Ctrl-V нам не подойдет. Потому что в этом случае ссылки будут на ячейке слева. А вот правой кнопкой мыши и в контекстном меню мы можем выбрать определенную команду про вставку рисунка. Здесь идет небольшое несоответствие моего маленького календарика. Но любой рисунок мы имеем возможность увеличивать и уменьшать. Ну и посмотрите. Если дата начала проекта 8 декабря, дата окончания 8 декабря, то очевидно, что в календарных днях это будет один день. А вот в рабочих днях, посмотрите, 8 декабря, это суббота, это ноль рабочих дней. То есть, в принципе, корректно. Если мы начали 8, а закончили 17, то рабочих дней у нас будет 6. Вся рабочая неделя следующего периода, вот эти 5 дней, и один день от 17. В итоге 5 рабочих дней, 6 рабочих дней у нас занял этот проект. Получается, что да, результат нашего расчета сейчас корректен. Ну и второй, например, пример применения данных календарей. То есть, если вы ведете планировщик каких-то мероприятий для августа 2020 года, то вы можете обратно вернуться в наш шаблон календарей, писать новую дату, 1 августа уже 2020 года, и выбрать календарь, который будет отвечать вам, ну, например, за августовский месяц. То есть, Ctrl-C, скопируем этот связанный рисунок. Чтобы он копировался на новый файл уже без связи, мы в контекстном меню выберем команду, что нам необходимо вставить только рисунок. Опять-таки идет несоответствие. Данное несоответствие у меня происходит за счет того, что я использую вот здесь большой шрифт по умолчанию, для того, чтобы слушателям было удобнее видеть текст, с которым мы работаем. У вас, я думаю, что такого не произошло. И в итоге у нас получается, что планировщик раскрашивается определенным календариком, в котором можно уже опираться на требуемые даты. А шаблон, который мы только что создали, останется непосредственно в вашей программе до тех пор, пока вы его оттуда не удалите. Этот шаблон вы можете модернизировать, добавлять новые рисунки и интересные факты. На этом, в принципе, виртуальный календарь как таковой мы создали. Вот. И, наверное, я готова приступить к тому, чтобы отвечать на ваши вопросы. Единственное, что хочется сказать, что в рамках изучения Excel можно выбрать, наверное, несколько дорог. Можно изучать Excel самостоятельно, при этом понимать, что наверняка что-то где-то будет недоизучено и недопознано. Можно, ну и непонятно, сколько это времени будет занимать. Можно изучать Excel, подглядывая к соседу за парту и, опять-таки, либо вообще его не изучать, а, скажем так, по необходимости применять то, что нужно. Либо прийти к нам в учебный центр специалист и всего за пару дней изучить, например, основы работы в Excel. Я уверена, что каждый, кто к нам приходит, получает новые интересные фишки и приемы работы с Excel. Наверняка каждый из вас в схеме, которая обозначена в нашем, в блок-схеме, который я вам представила, уже понажимали на те или иные, соответственно, кнопочки для того, чтобы перейти к тому или иному курсу. Я обязательно вам советую посмотреть эти ссылки, либо сейчас могу показать эти ссылки непосредственно на компьютере. Я подобрала самые интересные ссылки. Например, давайте снизу начнем. Ссылочка по Excel 2 расширенным возможностям. Посмотрите, если мы пройдем по этой ссылке, то вы перейдете на страничку этого курса и можете записаться на ближайший вебинар. Выбираем второй Excel. И посмотрите, ближайшая группа у нас уже будет непосредственно 1 августа. Сразу у нескольких преподавателей 1 августа стартует второй Excel. И именно не оттягивая, скажем так, не откладывая в дальний ящик, вы можете приступить к изучению этого курса. Понимаете, что точно так же вы можете найти ближайшие курсы по всем темам, которые были вам интересны. Я верила, что на вебинаре у нас присутствуют не только те слушатели, которые бы хотели попасть к нам на курсы Excel, но и многие мои бывшие ученики, которые уже прошли и первый, и второй, и третий, и седьмой Excel, видела вас. Добрый вечер. Спасибо, что вы посетили мой вебинар своим присутствием. Ну и еще одну ссылочку, которую я хотела бы обратить ваше внимание, это страничка непосредственно меня как преподавателя. Здесь вы также можете найти курсы и прийти, соответственно, на них. И со своей стороны хотела бы вам посоветовать пройти опрос по семинару, который только что я вам привела. Для этого вам необходимо пройти вот по этому QR-коду, либо вот по ссылке. Если вы скачали мою презентацию, то вы можете эту ссылочку открыть, где я задала пять интересных вопросов, ответив на которые, вы можете, скажем так, дать мне знать, понятна ли тема, либо нет. Буду вам признательна, если этот опрос вы пройдете. Еще раз повторюсь, соответственно, это самый первый QR-код, который обозначен на презентации вот тут вот сверху. Ну и посмотрю ваши вопросы. Вижу, что много благодарности, за что вам признательно. Вопросы, где можно скачать файл Excel для разбора этого материала. Для этого вам нужно пройти в личный кабинет нашей группы. Еще раз повторюсь, он находится вот по этой ссылке. И в личном кабинете я сейчас добавлю еще пример именно сегодняшней классной работы, уже с двумя вариантами шаблонов. В примере готового варианта вы увидите мой, скажем так, тренировочный полет, который я сделала там за полчаса до начала нашего вебинара. Есть еще вопрос в начале курса, каков спрос на экспертов Excel. Вы знаете, мне кажется, здесь не про спрос на экспертов Excel. Здесь Excel идет как, скажем так, иностранный язык. Ведь на работу претендентов со знанием английского языка берут гораздо охотнее, нежели чем безоновый. То же самое и с Excel. В принципе, Excel – это базовый навык, точно так же, как язык, и им должны обладать абсолютно все работники, потому что Excel существенно ускоряет, скажем так, работу на компьютере. Естественно, я не говорю о том, что нужно знать Excel водителю автобуса. Но если у вас компьютер – это ваша машина, то вы все-таки должны обладать какими-то способностями, знаниями. Поэтому, ну и в принципе, изучение Excel – это интересно. И если головоломки вам близки, то Excel будет вам также интересен. На этом вы… Если вопросы у вас еще остаются, обязательно задавайте мне их по электронной почте. Адрес моей электронной почты – анишина.сабатаспециалист.ру. Также вам продублироваю его в чат. Буду вам признательна за все вопросы. Если у вас получится, то вы можете в нашу группу добавить сообщение о том, скажем так, шаблоне, который вы сделали. В данном случае я попробую вставить изображение моего шаблона, используя обычный инструмент «Ножницы». То есть при помощи инструмента «Ножницы» я сейчас скопирую мой рисунок с моими шаблонами, сохраню этот файлик с каким-нибудь интересным названием, допустим, на рабочем столе. Он интересный. Пусть он останется с таким же. И, соответственно, вот этот JPEG-рисунок в нашем личном кабинете мы всегда можем добавить через «Вставить файлик». Я его добавляла на рабочий стол. Снимок. Открыть. И окей. Ну и точно так же вы сможете добавить результат. Что-нибудь в тексте написать, кто у нас исполнитель того или иного выражения. И, соответственно, если мы пройдем по сообщениям, то в сообщениях нашей группы мы этот рисунок должны увидеть. Так. Выпускники курса. Выбираю файлик. Вставляю изображение. Фото только в формате JPEG. То есть, когда вы сохраняете этот рисунок, сохраняйте его сразу с JPEG-файлом. Вот так. Вот GIF. И попробую еще разочек. Если уж не получится, значит, попробуйте сами. Снимаю GIF. Открыть. Ставить изображение. Так. Да, инструмент «Ножницы» для этого не совсем подходит. Любым способом сможете сфотографировать полученные вами форматы. Только единственное, что вы, как вы уже поняли, фотография должна быть в формате JPEG. Сейчас по прошедшей вебинаре я, конечно же, это сделаю. На этом спасибо всем большое. Вижу, что до конца вебинара у нас практически все слушатели остались. Пишите мне письма. При необходимости обязательно отвечу. Ну и приглашаю вас на второй, третий Excel, который я с удовольствием преподаю. Ну, август на самом деле такой месяц, который очень жирный именно первым Excel. Поэтому с сентября и стартуют конкретно мои группы. Ну и мои коллеги уже буквально каждый день практически второй Excel также преподают. Спасибо вам большое. Буду рада с вами увидеться, особенно если увижу вас в своих группах. Обязательно это буду отмечать. Всего доброго. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.